мне пришло вот такое письмо но прежде чем поговорим о письме я хочу вам сказать если у вас что-то не получается или вы как-то мне доверяете пожалуйста обращайтесь электронная почта есть я попрошу от вас какие-нибудь допустим там дополнительные данные и можно будет что-то сделать здравствуйте спасибо большое что ответили животных на тот момент не было но были контакты был лишай на ноге выше колена вот я по ходу этого письма сразу буду рассказывать был лишай на ноге выше колена лечили мазью прошло значит вот так мы думаем что мы лечили мазью прошло нет к сожалению получается наоборот лишай ушел внутрь далее расскажу немножко предысторию когда дочери было около полутора лет появились белые выделения гинеколог поставил молочницу лечили лекарствами около двух с половиной трех лет молочница тоже такая такая как бы сказать зараза что и так просто не выведешь раз она уцепилась то тут надо надо будет поработать капитально по всем направлением значит молочницу лечили лекарствами около двух с половиной трех лет по телу начали появляться сухие корочку диаметром 45 миллиметров которые не чесались а также покраснение на сгибах локтей под коленями которые сильно вызывали зуд язык уже был белесы тело все число вас вот смотрите вот перед нами истории как это все разворачивается начинается все с каких-то таких простых вроде бы вещей вот лишай ушел внутрь молочница ушла внутрь потому что какое-то лечение такое знаете вот убрать симптом нету лишая то есть нет ничего не шелушиться а значит нормально мы вылечены так считается молочницу а что-то далее нету выделений нету все вылечили она ушла внутрь и в результате того что все это ушло внутрь и потихонечку развивалось то есть вот как раз сколько там за эти три года все это дело уже успела поразить весь организм что уже появились вот эти сухие корочки под коленями вызывали сильный зуд язык стал уже белесый то есть это как у гинеколога значит по части гинеколога там ничего нету снизу зато вот на языке появились вот такие вот выделения сверху врач сказал что это аллергия на язык никто не смотрел а аллергия так вот это вот наличие паразитов мы уже не говорим не будем говорить о глистах хотя думаю там возможно и они имеются наличие микропаразитов а именно грибков бактерий и прочее прочее начинает вызывать вот эти вот аллергические реакции а на язык никто не смотрел то есть самое очевидное что можно почему определить это язык и вы видите язык какой на него никто не обратил внимание так болел живот в районе пупка о живот в районе пупка это говорит о том что там как раз крепятся аскориды то есть это как раз крепление но вот этих вот глистов лечили лекарствами у гастроэнтеролога ну и чё чё мы от листов будем говорить какие-то лекарства которые действуют на глистов ничего не помогло так и должно было быть но еще не болели то есть вот смотрите здесь говорится о том что процесс развития болезни тлеет 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 и продолжает все более и более захватывать новые области и поражать их так с вами петрович еще не была знакома начала лечить кандидоз хорошо течение месяца диета без сладости и белого хлеба но как раз без сладости белого хлеба больше овощей плюс кислые ягоды клюква в лепиха в сыром виде просто съедала их масло чайного дерева две капли на ложку сметаны один день смотрите как раз вот эти вот рекомендации они и направлены на то чтобы вы смотрите в первую очередь не давать молочнице питания а именно она развивается от сладости и белого хлеба больше овощей да нормально кстати овощи содержат еще вот свежие овощи они содержат в себе вещества которые защищают их от разного рода бактерий грибков и так далее то есть они еще будут воздействовать вот своими как бы сказать защитными средствами это тоже важно подчеркнуть кислые ягоды кисло это хорошо кислые ягоды они как раз также воздействует на грибку на бактерии клюква облепиха в сыром виде да именно именно их в сыром надо съедать масло чайного дерева две капли на ложку сметаны один раз в день значит масло чайного дерева целенаправленно уже влияет на молочницу так язык очищался постепенно ну естественно не все так сразу давала побольше чеснока с едой правильно чесночок также все это дело сжигает потом узнала вас и ваш канал по вашим советам давала тодикам в течение месяца по пять капель утром и вечером плюс отмена сладости правильно то есть тодикам как раз так же будет воздействовать на возможно даже еще более лучше воздействовать на молочницу и на паразитов которые обитают то есть должна была почиститься кровь хорошо потом весной и осенью то же самое правильно временно становилось лучше временно это хорошо на сегодняшний день пятен и аллергии нет это уже большое достижение бумаги временами становилось лучше на сегодняшний день пятен и аллергии нет то есть сработало удалось по крайней мере значительно приостановить размножение вот этого вот этого самого лишая который там лазит внутри организма молочницы плюс я думаю и по глистам был такой удар так но также болит живот теперь смотрите также болит живот оказывается вот до того чтобы добраться до живота добраться до вот тонкого кишечника туда керосин не доходит оказывается он просто всасывается ли это в слизистой рта в слизистая там желудка не не проходит туда куда бы нам хотелось тонкий И кишечник особенно. Поэтому здесь мы с вами должны добавить семена тмина. Семена тмина для такого ребенка, где-то 1 третья чайной ложки семян тмина. Не разжевывая, так же с утра натощак раз в рот, запили и все. И пускай он там, значит, работает. Так, язык белесый с пятнами и еще болят ноги. Язык белесый с пятнами. Ну, дело потихонечку идет. Я думаю, что здесь было бы уместным добавить это полоскание сода и рта. Вот как раз язык белесый с пятнами. Вот это то, что надо. Еще болят ноги. Вот это уже несколько хуже. То есть молочница добралась до сустава. Кожа на груди, на животе. Бледная нога чешется. Это говорит о наличии вот этой вот инфекции грибковой, вот этой вот иишаистой. Около трех месяцев назад появилась кошка. Соду еще не пробовала. Так, ну смотрите. Появилась кошка. Вот вы можете связать ваши, как бы сказать, обострения с кошкой. Вот до кошки, допустим, у вас там, ну, одно состояние было здоровье у ребенка, а появилась кошка. Другое состояние. Ну, конечно, ребенку хочется общение с животным, но вот я не знаю, как вам даже посоветовать, что сказать. Так, это вы же сами как-то решите, вот насколько кошка будет действовать положительно в эмоциональном состоянии на ребенка, он как-то будет по-другому чувствовать. Либо же вот от нее еще больше будут различного рода высыпания. Так, соду еще не пробовала, вот именно на соду не пить, а вот просто-напросто пополощите, пополощите рот. Причем, полощите с содой, вот этой гашеной содой, я о ней много рассказал, полощите раза от трех до пяти в день, просто полощите, хорошенько. Глотать не надо, вот где-то недельки полторы сделайте вот так вот, просто полощите от трех до пяти раз в день, как есть вот эта вот возможность, а пить не надо. Потому что, как правило, если вот так вот, грубо говоря, от трех до пяти раз в день использовать соду, то нарушится пищеварение, глотнете и так далее. То есть, чтобы себя не усугублять, вот это развитие болезни, вы не пейте, ребенку строго-настро расскажите, полоскать и выплевывать. Можно прикрепить с фотоязыка, как раз прикрепили. Еще вопрос, от чего болят ноги? Болят от голеностопного, от сустава и до середины бедра, от прошлого ли шея. Я думаю, что они болят и от прошлого ли шея, я думаю, они болят и от молочницы, все это дело, видите, осело там и дает свои эти. И вот, я все-таки не нашел, сейчас еще разок читаю. Было так, появились белые выделения, постоянно лечили лекарствами, вот сухие корочки, покраснение, так, сильный зуд, язык белесый, тело чесалось. Аллергия. Так, живот болел в районе пупка, лечили лекарствами, а так ничего не помогало. Мне теперь интересует стул, обязательно надо следить за ребенком, что у нее за стул, какой он, нет ли запора. Вот это было бы очень важно, потому что все это дело еще у нас идет из желудочно-кишечного тракта. И если мы там не найдем порядок, а это в первую очередь отражается на стуле, то все наши усилия будут напрасны. Значит, смотрите, что я бы вам хотел еще показать. Вот мышка, видите мышку мою? Вот это как раз и есть молочница. Вот она здесь. Язык здесь вот поражен вот этой вот молочницей, сосочкой языка. А поэтому, значит, полощем и вот здесь, знаете, что надо? Вот вы сделаете курс, допустим. Курс, пускай, две недели. Еще разок повторим. Что это будет за курс? Это, значит, полоскание языка, вернее, полость рта с содовым этим раствором. Сода должна быть гашеная от трех до пяти раз в день. Соду ни в коем разе не пить. Второе. Это прием тмина. Прием тмина, как я сказал, по одной третьей чайной ложке раз в день. Вот этот курс. Ну, а остальное, а тут как раз вот еще говорят, но так же болит живот, но так же болит живот. И далее вот эти все рекомендации. Продолжайте делать, то есть вот никаких этих сладостей не должно быть, по крайней мере, как-то там более-менее умеренно. И вы кратенький отчет. Отчет такой, а именно. Также сфотографируйте язык, далее ощущение, живот болит, там не болит, высыпание на коже. И обратите внимание на стул. Вот вы, стул был вот такой, регулярный, там нерегулярный. И после, допустим, вот этих двух недель стал какой. То есть, если вы хотите, чтобы я как-то с вами поработал. Вот такие вот дела. Вот еще язык. Видите, какой язык. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова